Рината Григорьевна Муха Работала на кафедре английской филологии Харьковского университета Защитила кандидатскую диссертацию, автор более 40 научных работ С 1995 года Рината Муха жила в Израиле Одним из первых стихотворений начинающего поэта были стихи про Ассу и Ужа В 1968 году в издательстве «Малыш» вышел сборник «Переполох» Двух соавторов – Нина Варанэ и Ринаты Мухи Прошло 25 лет, прежде чем появился следующий сборник поэтессы Он вышел по длинным названиям Про глупую лошадь, забывчивую сову, братьев бегемота, кота, который не умел мурлыкать И котенка, который думал, что он тивер В 1998 году вышел сборник стихов «Гиппа Папаэма» написанной Ринатой Мухой в соавторстве с Вадимом Левиным Книга имеет подзаголовок для бывших детей и будущих взрослых Следом вышли и другие сборники стихов Ринаты Мухи Ни договорки Бывают в жизни чудеса Ни много, прасьми, много Однажды, а может быть дважды Я здесь не сплю Последним прижизненным изданием поэтессы стала книга «Перевертыш» Между нами Чаще всего Рината Муха сочиняла короткие стихи, простые и легко запоминающиеся В ее творчестве наиболее распространенными являются стихотворения Состоящие из четырех, трех и даже двух строчек «А где продается такая кровать, чтоб рано ложиться и поздно вставать?» «Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно» В добрых и смешных стихотворениях Ринаты Мухи часто встречаются самые необыкновенные персонажи Ужаленный уш и обиженная обувь Суровая корова и одинокая свинка Ссорящиеся осьминоги и огородные овощи, желающие влезть на забор Но любой предмет или существо, будь то калоша или уставшая за день книжка Таракан или улитка, сова или ворона Все имеют душу и характер Маленький, но большой поэт Рината Муха Достойна того, чтобы ее стихи не только включали в школьные хрестомати Но и сопровождали по жизни нас всех, даже сидеющих, но не стареющих душой Ибо такие стихи нам этого не позволят Евгений Евтушенко О Ринате Мухе